Вот уже два года Руслан находится в зоне боевых действий. Сейчас приехал домой в отпуск, соскучился по родным, да и повод приятный. Совсем недавно у мужчины родилась дочь. В череде бытовых забот нашел время и для того, чтобы встретиться с молодежью в штабе общественной поддержки Самарской области. Очень много видеороликов, где мы негодяи, нас побеждают, нас убивают и так далее. Скажем так, что в большинстве это все фейк. Для этого нужны такие беседы, чтобы непосредственно общаться с нами, которые принимаем участие в зоне специальной военной операции. Боец рассказывал о суровых буднях на службе, делился фронтовыми историями, рассуждал о патриотизме. Ребята слушали и активно задавали вопросы. Их интересовало буквально все. Где живут и как питаются участники СВО? Сколько времени находятся без связи с родными? Получают ли письма? Модерировала встречу Екатерина Колотовкина, руководитель комитета семей воинов Отечества Самарской области. Вы знаете, я считаю, что на сегодняшний день, наверное, просто жизненно необходимо говорить с молодежью. Сегодня мы представили наш проект «Лица армии». В этот момент, когда вся страна обсуждает победу на фронте, наши войска взяли Авдеевку, очень важно говорить о тех, кто это сделал. И сегодня мы представили ребят. Это разведчики с нашей армией. Их лица закрыты, потому что эти ребята выполняют специальные операции. Экспозиция включает в себя около 20 портретов. Бойцов на передовой сфотографировал самарец Олег Ракшин. Сам он ушел на фронт добровольцем. Ксения Баканова, Сергей Баскин. События.